ребят всем привет сегодня у нас на распаковке так сказать смысле не распаковки на обзоре получается iphone 11 что хочется рассказать по нему кстати никогда не понимал зачем пол экрана вот так вот уходит как это делается я не знаю ну сами видели только что пол экрана и все не знаю зачем эта функция вообще нужно и так ребят iphone 11 прекрасная вещь прекрасная но очень комфортный правда по цене они достаточно жесткие эти телефоны значит кстати я ношу вместе с металлической штуковиной но вы знаете да для магнита для автомобиля был у меня вот такой чехол обзор я на него по моему не делал постоянно таскаю ношу его в кармане в определенной кобуре и вот здесь вот вы видите уже немножечко срезалась а так очень классный купил там по-моему рублей за 300 на валбре с кому интересно скину ссылочку сам телефон у меня стеклянный но 11 и он и есть стеклянные и смысл в чем друзья мои от металлической фигни ничего не пострадало дать хоть сам посмотрю есть что-нибудь не да вроде нет никаких царапин ничего нет да и не может быть ну вот он вот так вот какие могут быть 40 вот телефон я лично думаю что он приятный я изначально любил формат примерно формат съем но в принципе вот этот хороший хороший телефон достаточно приятный ну и также я его в карманах не ношу ношу в кобуре специальный и это кобура ну вообще не напрягает меня совсем скажем так так что по телефону можно сказать в принципе ну неубиваемая наверное пару раз пару-тройку может 1 5 его мыл вообще где-то там под душем под краном правда надо бы попробовать снимать на него под водой что-то я не догадался на него под водой снимать но я так думаю что куда-нибудь в бассейн можно поставить посмотреть как он снимает вот хотя насколько я знаю под водой его снимать но им снимать нельзя просто можно там вот мыть в струе воды что можно по нему сказать не очень хорошая кстати обновление вот эти вот последние до обновления когда вот вот это вот штука надо здесь искать там неудобно неудобно и если я не помню как называется мобильное приложение нужно искать из этих приложений неудобно вот реально неудобно вот если сравнивать с андроидом то конечно надо бросать андроиды и покупать именно iphone потому что они действительно очень крутая вещь все iphone и они не знаю я в этом случае очень долго пользовался андроидами различными сяоми и сиоми и самсунгами и htc в общем пришел к тому что iphone является самым оптимальным самым надежным девайсом но вот как то так наверное тем более если у вас есть кому конгломерация с часами любыми у меня в частности с е посмотрите видео обзора вот здесь вот на нем принципе достаточно большой экран на этом экране можно и смотреть какие-то youtube я часто смотрю фильмы не смотрю но в основном смотрю чисто youtube и очень хорошие фотографии ночные фотографии здесь тоже достаточно потрясающий но я не сравнивал его допустим с камерой pocket 2 я думаю что возможно будет что-то интересно надо будет кстати сделать запилить такой обзор вот сравнение 11 айфона именно ночная съемка с на диджай pocket 2 но на данный момент я хочу сказать что сам телефон доставляет мне достаточно удовольствие много однако есть у него и некоторые дефекты дефекты связаны с тем что иногда бы в крайне редко но бывают какие-то дурацкие зависания в контакте но я лично связываю и это именно с контактом то есть приложение контакт как-то глючит и телефон зависает и я несколько раз замечал что это было именно тогда когда я был в контакте поэтому я лично считаю что это именно контакт виноват мобильное приложение в контакте нежели сам телефон какие у него еще были глюки не знаю я его ношу порядка года наверно уже полтора года и у меня полностью устраивает достаточно качественная модель достаточно приятная модель я ее всем рекомендую кто интересуется покупкой нового телефона и сейчас они продаются по хорошей цене и я думаю что если вы его купите вы ни в коем случае не пожалеете на этом все друзья если будут вопросы какие-то обязательно обращайтесь я вам расскажу подскажу на этом все оставайтесь на линии пока